И как же можно не любить Посланника Аллаха, который любит нас? Посланник Аллаха сказал, говорил, я соскучился по своим братьям, я соскучился по своим братьям. А что сахабы сказали? Не мы ли твои братья у Посланника Аллаха? Нет, сказал саллаллаху. Вы мои сахабы, вы мои сподвижники. А мои братья Ихваны и Атунами, те, кто придут после меня, уверуют в меня, не увидев меня, сказал, саллаллаху алейхи вассалям, как же можно не любить посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, того человека, который сказал, когда наступит судный день, Ибрахим Халилуллах, якуна аляль-ямин иль-джанна, судный день, Ибрахим, алейхи вассалям, друг Аллаха, будет с правой стороны около рая. А я буду с левой стороны около ада, около джаханнам. Тогда спросились подвижники, почему Ибрахим, алейхи вассалям, будет стоять рядом с раем, джанна, а ты, саллаллаху алейхи вассалям, будешь стоять около ворот ада. Так что он сказал, саллаллаху алейхи вассалям, задумаемся, братья. Я буду стоять около дверей ада для того, чтобы, если вдруг я увижу, что кого-то поведут в ад из моей уммы, чтобы остановить и попросить у Аллаха, субханаллаху алейхи вассалям, за Него заступничества. Поэтому, чтобы вот эта вот наша любовь по отношению к Аллаху, по отношению посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, была крепкой, как эту любовь обрести, как эту любовь увеличить. Здесь один из ученых, Шемс-уддин Абу Абдуллах, Мухаммед бин Абу Бакр, рахмахуллах, дает 10 советов, 10 наставлений, чтобы в наших сердцах зародилась любовь к Аллаху, чтобы в наших сердцах зародилась любовь, послание к Аллаху, к религии нашей, чтобы эта любовь не просто была на языке, а именно проникла в наши сердца. Первый, он дает совет, это чтение Кур'ана размышляет над ним. Не просто так читать Кур'ан, а читать аяты Кур'ана и размышлять над аятами Кур'ана. Поэтому Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, сказал, «Афалая тадаббаруна л-Кур'ан, ам аля кулубин акфалуха». Неужто люди не размышляют над Кур'аном или на их сердцах стоят замки? То есть Аллах, субханаху ата'аля, задает нам вопрос. Также Аллах, субханаху ата'аля, говорит, «Афалая тадаббаруна л-Кур'ан, ва лау кана мин аинди гайри Аллахи ла ваджаду фиих тилафа кафира». Неужто люди не размышляют над Кур'аном? Ведь если бы эта книга, этот Кур'ан был бы не от Аллаха, когда бы люди много бы нашли там противоречий. Когда человек читает Кур'ан, то есть не просто так быстро читает Кур'ан, а размышляет над каждым аятом, задумывается. Аллах, субханаху ата'аля, не спасла этот Кур'ан для того, чтобы мы жили по нему. Аллах, субханаху ата'аля, не спасла этот Кур'ан, чтобы мы задумывались над аятами. И когда он читает намаз и задумывается над аятами, когда его намаз совсем другой, он получает некую сладость. И когда читает аяты Кур'ана, начинает любить Всевышнего Аллаха, субханаху ата'аля. Рассказал, саллаллаху алейхи вассалям, «Ман ахабба Аллах, ахабба калама». Кто, кто любит Аллаха, любит Его речь, любит слова Аллаха. Второй пункт. Приближаться к Аллаху посредством дополнительных действий, помимо обязательных. То есть Аллах, субханаху ата'аля, дал нам обязательные действия. Приказал нам не поклоняться никому, кроме Аллаха, субханаху ата'аля. Приказал нам читать пять раз в день ассаля, намаз. Приказал нам поститься вместе, Рамадан, выплачивать закат. Это приказ Аллаху, субханаху ата'аля. Почтительно относиться к родителям. Это приказ Аллаху, субханаху ата'аля. Более того, самое приближенное дело к Аллаху, субханаху ата'аля, это почтительное отношение к маме. Была такая история во время Ибн Аббас рода Аллаху Ангу. К нему пришел один из людей и сказал то, что я просватывал одну девушку. Она мне отказала. Потом просватывал ее другой, она согласилась. И тогда он сказал, когда ее просватывал другой, я приревновал ее и убил ее от ревности. Есть ли у меня тяуба, есть ли у меня покаяние, Аллах простит ли меня? На что Ибн Аббас рода Аллаху Ангу спросил, твоя мама живая? Он сказал, нет, нет. Он говорит, возвращайся, попросил Аллаха покаяние, истагфириллях, туба илля Аллаха, попросил Аллаха прощения, кайся Всевышним Аллаху, вернись с этим. Тогда ученик Ибн Абаса Атар рода Аллаху Ангу спросил, почему ты его спросил про его маму? То есть, с чего ты задал ему этот вопрос вообще, мама твоя живая или нет? На что он ответил, фаваллахи ладзи ла иллаха иллахум. Клянусь Аллахом, и нету достойного поклонения никого, помимо Аллаха. ла а'ламу амалян, ла а'ламу амалян, акарабу илля Аллахи, мин биррил валиды. Клянусь Аллахом, я не знаю более такого дела, чтобы человека приблизило к Аллаху, чем как почтительное отношение к маме. Я не знаю более такого действия, чем бы человек мог бы приблизиться к Аллаху, чем почтительное отношение к маме. Также это, помимо фарзов, помимо тех обязательных действий, которые Аллах, субханаху и тааля, нам приказал, это делать на вафель, дополнительные дела, сунан-ар-аватик читать, пост в понедельник, четверг, помимо заката, садака давать. Тем самым человек будет приближаться к Аллаху и почувствовать любовь к Аллаху. Третье, фикру Аллахи, да имен, бил кальби, бил лисани, бил амал. Постоянно поминать Аллаха, субханаху и тааля. Нужно себя приучить постоянно поминать Всевышнего Аллаха, субханаху и тааля, своим сердцем, своим языком и делами. Если мы приучим себя постоянно поминать Аллаха, субханаху и тааля, всегда помнить, что Аллах, субханаху и тааля, за нами наблюдает, тогда человек достигнет даражат аль-ихсан, ан-та'буду Аллаха, ка-энна ка-тара, фа-инна-м, такун тараху, фа-инна-ха я-рак. Поклоняйся Аллаху, подобно так, как будто ты его видишь, но ты его не видишь, при этом знай, что Аллах, субханаху и тааля, тебя видит. Если на нашем языке всегда будет ратат бивикрилля, сказал порок Мухаммад, салаллаху и тааля, пусть твой язык будет мокрым, отпоминание Аллаха, и наши дела всегда будут поминать си вишну Аллаха, субханаху и тааля, мы себя приучим это в жизни, братья, вот тогда мы покидаем этот мир на этом. Тот, кто на чем жил, на этом и уйдет из этой жизни. И дела расцениваются у Аллаха по последним действиям. Человек живет в поклонении Всевышнему Аллаху, субханаху и тааля, в поминании Аллаха, на этом он и покидает этот мир. Человек живет в греховности, совершает грехи, на этом он и покидает этот мир. Как один из ученых пишет у себя в книге, пришел ко мне в Египте, пришел ко мне один мальчик и плачет. Плачет, потому что его отец ушел из этой жизни. Я ему говорю, аль-маута хак, смерть это хак, все мы туда уйдем, не плачет, сделаем наставление. Он говорит, я не плачу, потому что он ушел, а я плачу, как он ушел. Я не плачу, потому что он ушел, я плачу, как он ушел. А как он ушел, последнее дело, мы его нашли, акрама куллах, акрама куллах, Потом нашли его в туалете, лицом именно в унитазе. Тогда, говорит, я спросил, а чем занимался твой отец? Он говорит, я спросил свою маму, чем занимался мой отец. Мой отец занимался, давал деньги под проценты и брал, на этом жил. Кушал харам. И на этом он всю жизнь провел свою, и на этом и ушел, покидал в таком страшном виде. Покинул этот мир. И так же он воскресен перед Аллахом. Четвертый пункт, это анту каддим. Ма юхибуху Аллаха, аля ма тухибуху Ант. Это, в первую очередь, ты должен ставить то, чем доволен Аллах, выше того, чем ты доволен. То есть, то, что Аллах любит, ты должен это ставить выше того, что ты любишь. Что Аллах хочет, ты должен ставить выше того, что бы ты хотел. Поэтому Аллах, он милостивый, милосердный. Аллах, Субханава Тааля, он самый мудрый. И как Аллах, Субханава Тааля, в Коране говорит, Что-то вы любите, но это хуже для вас. Что-то вы не любите, вам не нравится, но это лучше для вас. Только все вещи Аллах, Субханава Тааля, знает, а вы не знаете. И если мы полностью отдадим это, любое действие, какое-то для нас, может быть, оно печальное, горе, если Аллах, Субханава Тааля, так захотел, значит, это лучше для нас. Следующий пункт, это факкур. Размышлять над именами и атрибутами Всевышнего Аллаха, Субханава Тааля, это придаст любовь человеку по отношению к Аллаху. Человек, когда размышляет над именами, то, что у Аллаха имя Ар-Рахман, Милостивый, Ар-Рахим, Милосердный, все имена, которые Аллах, Субханава Тааля, касательно Всевышнего Аллаха, Субханава Тааля, то, что Он Халик, Создатель, то, что Он Творец, Гафур, Прощающий, над этими именами, когда человек размышляет, тем самым, над его атрибутами размышляет, и тем самым, это приносит любовь, зарождается в его сердце любовь по отношению Аллаха, Субханава Тааля. Следующий пункт, человек должен размышлять над теми благами, которые Аллах нам даровал. Их сочетать невозможно. Аллах в Коране говорит, То есть, Всевышний Аллах, Субханава Тааля, когда своей милости рассказывает про них, для того, чтобы мы задумались и благодарили за это Всевышнего Аллаха, Субханава Тааля. Аллах говорит, я вам подчинил солнце, подчинил вам луну, подчинил вам ночь, подчинил вам день. Я вам дал все, что вы у меня просили. Если вы начнете считать, обхватить не сможете. То есть, тем самым, когда мы начинаем об этом думать, сколько Аллах, Субханава Тааля, даровал нам милости, тем самым, в наших сердцах проявляется любовь по отношению Всевышнего Аллаха, Субханава Тааля. Следующий это пункт. Это смиренное сердце перед Аллахом, Субханава Тааля, богобоязненное сердце. Поэтому, богобоязненное сердце, значит, мы должны выполнять то, что Аллах, Субханава Тааля, нам приказал, оставлять то, что Всевышний Аллах, Субханава Тааля, нам запретил, любить то, что любит Аллах, Субханава Тааля, не любить то, что Всевышний Аллах, Субханава Тааля, не любит. Сердца наши должны быть перед тем, как наши джаварих, перед тем, как наше тело поклоняется. Мы должны поклоняться Всевышнему Аллаху Субханава Та'аля своими сердцами. Восьмой пункт – это инфирад. В одну треть ночи просыпаться, поднимать свои бока с постели и поминать Всевышнему Аллаху Субханава Та'аля. В намазе, выставивание ночи. Человек бывает ночью не спит и переворачивается с бока на бок. И в этот момент все люди разные. Кто-то берет свой телефон, чтобы посмотреть СМС, кто-то начинает звонить куда-то, кто-то берет пульт, начинает каналы пересматривать, кто-то занимается харамными вещами. А есть люди, которые просыпаются и идут для того, чтобы взять омовение. После того, как взяли омовение, с каждой каплей Аллаху Субханава Та'аля прощает их при грешении. После этого они делают такбир, читают этот намаз ради удовольствия Всевышнего Аллаха Субханава Та'аля. И самое, что сладкое он получает, когда уходит, падает низ. Сажды перед Аллахом Субханава Та'аля. Здесь у него проявляется, разорождается любовь в его сердце по отношению Аллаха Субханава Та'аля. Девятый пункт – это сухбату салихин. Это должно быть у нас, друзья должны быть праведниками, общаться побольше с праведниками. Как Аллах Субханава Та'аля в Коране говорит, Судный день. Друзья по отношению друг к другу будут они врагами, кроме богобоязненных. Богобоязненные люди, они всегда и в этой жизни вместе, и вечно будут вместе. А те, кто собирались в этой жизни на греховном, они также в Судный день, здесь они, может быть, радовались греху, а в Судный день они будут врагами по отношению друг к другу. И именно салих, именно праведный человек, он в этой жизни напомнит тебе об Аллахе Субханава Та'аля, за что ты будешь еще больше любить Всевышнего Аллаха Субханава Та'аля. И последний пункт это, это оставлять, оставить все, что тебя отдаляет от Аллаха Субханава Та'аля. Какая это может быть шутка, тебя может отдалить от Всевышнего Аллаха Субханава Та'аля. Какое-то слово тебя может отдалить от Аллаха Субханава Та'аля, ты даже это не замечешь. Какое-то действие тебя может отдалить от Всевышнего Аллаха Субханава Та'аля. Поэтому то, что Аллах Субханава Та'аля приказал нам выполнять, То, что Аллах, субхану ай-ля, запретил нам это оставлять. И тем самым, если мы будем вот эти пункты выполнять, тем самым мы будем любить Всевышнего Аллаха, субхану ай-ля, обретем любовь по отношению к Аллаху, субхану ай-ля, в этой жизни, обретем вечные обители, иншаллах, рай вечный. И будет Аллах, субхану ай-ля, доволен нами. И Аллах, субхану ай-ля, чтобы собрал наши сердца на поклонение Всевышнего Аллаха, чтобы дадал нам возможность любить Всевышнего Аллаха этой великой милости, если Аллах нам дарует это самое великое богатство, которое человек может обрести.